Всем здравствуйте! С вами телепроект «Пышка. Худеем вместе» и я, Хафизова Ольга, специалист Центра снижения веса, доктор Барменталь. Мы очередной раз смотрим, как худеют наши красавицы. Реалити проект «Пышка. Худеем вместе» — телепроект, направленный на то, чтобы наглядно показать всем телезрителям, что иметь красивую стройную фигуру не так сложно, как кажется. Главное — выполнять простые правила, которые покажут специалисты проекта, а это диетологи, стилисты, фитнес-инструкторы, преподаватели танцев и дефиле. Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите реалити проект «Пышка. Худеем вместе». Я рада приветствовать вас, дорогие участницы. Как обычно, красивы, веселы. Приближается финал, и я думаю, что нужно уже показать какие-то результаты, поскольку победительница все-таки будет одна. Кто же она будет, мы это узнаем буквально через месяц на ежегодном фестивале моды и красоты «Fashion and Beauty Day». Сегодня в нашей программе принимают участие Настя, Феруза, Аделина, Гульшат. У нас две новые участницы — Елена и Айгуль. Елена, Елена, вы как-то сели все вместе, нужно поменяться местами и загадать желания. Зухра, Ольга, Лариса, Санья и Рошана. Дорогие участницы, я вас очень люблю, к вам очень привыкла, но то, что происходит сегодня на проекте, вызывает у меня очень большие вопросы. Проект «Пышка. Худеем вместе» превратился в какой-то «Дом-2». Какие-то дрязги на проекте, у меня ощущение, что мы не просто худеем, но как-то очень-очень веселимся. Я не могу назвать, конечно, это весельем, потому что ужас. Санья, можно комментарии? Что произошло у вас? Что за конфликты на проекте? Обычно мудрость приходит с возрастом. К некоторым участницам возраст пришел один. Ничего страшного не случилось, просто элементарная женская зависть и все. Зависть к кому? Ко мне. Ты искренне считаешь, что тебе завидуют участницы? Ну, не все, ну, по крайней мере, с кем был конфликт, точно, да, искренне я так считаю. Ну, хорошо, что ты так считаешь, отличное самомнение, тем не менее, я не думаю, что так считают, так считают остальные участницы. Я же не говорю про всех, я имею в виду только вот Елену, я не могу сказать прекрасная, я могу сказать только Елена ужасная и Зухра, Гоп, Стоп, Гастелло, все. Мне кажется, это как минимум некрасиво говорить подобные вещи к людям, которые как минимум старше тебя, понимаешь? Есть уважение к возрасту, да? Есть уважение, ну, просто к человеку. Они меня уважают, они влезли на наш разговор с Олей. Получается, некоторые просто участницы до сих пор какими-то прикрываются возрастом там, то есть какими-то обстоятельствами, то есть как бы спихивают на это лишний возраст. Я ничего Оле обидного не говорила на съемке, я просто сказала, что как бы вот я привела, в пример, вашу маму, то, что как бы, ну, примерно ровесница, то, что как бы, да, то есть при этом же возрасте как бы, то есть 47 килограмм весит, то есть как бы и возраст ни при чем. А как ты знаешь, сколько весит моя мама? А я вас в Инстаграме посмотрела. Количество моих подписчиков. Я слышу за вами. В принципе, я не понимаю, как бы, если честно, Оля, я тебя обидела чем-то? Я не хотела. Я не, да я не успела, я не собиралась, тут же на меня налетела Зухра, сказала, что там я в твоем возрасте не была такой образинной, как ты, то есть как бы, да, я сказала, хорошо, покажи мне фотографию, то есть как бы, и пошло-поехало, потом в разговор вступилась Елена ужасно, сказала, что у меня вместо лица ***. Вот после этого послала меня ***, другу послали, очень много было сказано слов, где у них культура, пусть они с себя начнут. Когда пришла Настя, Зухра ее в первый день назвала ***. Когда пришла Ксения, нет, ты за глаза назвала Настю, но ты прекрасно помнят, мы обсуждали, стояли моего мужа, ты подошла мне, сказала, не слушай ее ***, это нормально. Когда пришла Ксения, участница. Только без слез, пожалуйста, то есть давай обойдемся без слез сегодня. У меня только слезы радости будут. Когда пришла Ксения, клуб пенсионеров, сзади меня сидел, такая молодая, а уже ***, мы даже в таком возрасте не лысые. Когда они Аделину обсуждали постоянно, так выглядит в возрасте, даже мы так не выглядим. Когда, ну ладно, про Ларису не буду говорить, это как бы в контексте было. А они пусть себя начнут, прежде чем мне говорить про мою культуру. Я не лицемерю, я говорю всем все в лицо. Я тебя поняла, Оль. Оль, если я тебя чем-то обидела, ты меня, пожалуйста, прости, просто я совсем другую мысль хотела донести, не собиралась. Ну не успела, как бы меня тут обозвали. Ну все, Россия, это не потянуло, при всем желании. Ну у меня нет слов, конечно. Плохо, конечно, ну Саня, конечно, там завелась тоже не в тему абсолютно. Тема была такая, что, значит, там по поводу гульшат, да, и там и ты, ты слаба не говоришь там ей, допустим, то, какая она есть. Я не собираюсь, вот тут там был, ну да, там, господи, там тренинг был, да. Я сразу сказала, девочки, я не согласна с этим тренингом, это мое личное мнение, понимаете. Вот и все. Но жестокий был тренинг. А потом здесь так все завелось, завелось, ну оскорбление... У вас вообще все тренинги не мягкие, поскольку, чтобы смотивировать себя и свой мозг на похудение, вот этот тренинг с мешочками, он запомнится, мне кажется, не только вам, но и всем телезрителям навеки. Ну оскорбления шли со всех сторон. Саня, ты тоже не уступила ни в чем абсолютно, да. Так я защищала тебя. Поэтому, знаешь, нет, нет, мы дали эти слова сказать, да. Во-первых, знаешь, ты не имеешь права говорить на друг судьей, да, такие слова. Но тоже хороша штучка, откровенно. Я без конца. Девочки, субординация, я это и там говорила. И вот ваши переписки, телефоны, да, но это уже просто беспредел. Я думаю, что все наши участницы знают тебя как мега спокойного человека. Я, по крайней мере, ни на одной программе не слышала каких-то реплик нелицеприятных. Вот сейчас откровение просто из уст сни. Нет, если хотите, эту ситуацию я могу, как действительно все это было. Потому что мы были не одни. Там рядом со мной стояли девочки. Все слышали. Разговор шел с меня, как всегда. Ты жаловалась на своего мужа, что он тебя такой сякой, что он тебя не устраивает, что зарплату не устраивает, что все плохо. Мы взрослые все люди. Мне хочется, чтобы мы на проекте ввели такое элементарное правило обращаться друг к другу как минимум на «вы». У меня есть даже знакомая семья, которая муж с женой между собой разговаривает на «вы». И маму они, вы, да, я думаю, боже, я говорю, Эльвира, почему так? Она говорит, ну, потому что, когда ты ругаешься в семье, очень сложно послать друг друга на три буквы, потому что не пошли бы в «на», да? И как-то получается, ну, человек держит такую некую субординацию, сохраняя друг к другу уважение. Поэтому давайте как минимум перестанем друг к другу тыкать. Нет, самое главное, Женя, вот проблема в чем сейчас? Она думает, что она вот меня оскорбила. Она же вот всех девочек взяла здесь. И всех, кого ты называла, кого ты безумно называла, кого ты лысый, кого ты еще. Как ты себя везешь? Всех, она всех, всех. Вот понимаете, тебя все равно это не слышит. Вот всех, она всех, всех обидела. Даже вот Настю, которая считает своей подругой, она ее же и оскорбила. Ты смертная, у вас даже глаза будут. Значит, по поводу каких-то оскорблений за глаза и так далее, я могу сказать, что это все бумерангом возвращается, и я как бы на это не хочу даже обращать внимания. Ну, было-было, ладно, как бы, это уже от человека зависит, как бы, и как она к этому относится. И я не собираюсь менять ее мнение, потому что я знаю, что я другой человек, и доказывать что-то я не буду. Это первое. Второе, по поводу того, что, как бы, вот, был вопрос по поводу похудения и так далее, ну, там, подруге нельзя сказать, и все в этом роде, просто мне не дали сказать тогда. Я хочу сказать то, что мы сюда пришли все худеть, то есть там… Ну, немножко такой парадокс произошел. Вес уходит, а жир прибавился. Я очень хотела выяснить, почему же все-таки так в организме происходит. То есть это вот тот самый висцеральный жир? Нет, не висцеральный, а общий жир почему-то прибавился. Я так это поразмыслила немножко, подумала и, в общем-то, высказала свое мнение Ольге по этому поводу, что для того, чтобы побыстрее похудеть, я решила углеводы немножечко срезать, по минимальному весу брать. И оказалось, что я сделала, ну, шаг не в ту сторону. Подожди, сама решила… Я не то, что сама решила. Долго? Нет, Ольга дает нам нормы от минимума до максимума. Например, от 60 до 80 грамм, от 60 до 120 грамм. И я старалась углеводы брать по нижнему. Ну, давайте посмотрим еще у кого какие сложности были за неделю. У меня очень сложная ситуация. У меня вместо лица… Поэтому без обильного макияжа мне никак не обойтись. Ну, мне кажется, с ней это слишком приукрашивает. Дорогие телезрительницы, я рада представить вам очередную победительницу телепроекта «Пышка. Худеем вместе» за прошедшую неделю. Это «Зухра». По результатам жироанализатора «Зухра» смогла избавиться от килограмма и 300 грамм чистейшего жира. «Зухра», поздравляю! Давайте узнаем, как строится работа в Центре снижения веса «Барменталь». Я с удовольствием представляю старшего консультанта, опарину Виталию Ренатовну. Она подробно расскажет, что, как и почему. Здравствуйте, дорогие телезрители! Я старший консультант Центра снижения веса «Доктор Барменталь» опарина Виталия Ренатовна. Сегодня я хочу рассказать вам о том, как строится работа в нашем Центре. Все начинается с телефонного звонка. Уже в этом разговоре начинается наша с вами работа. Мы узнаем, насколько вы хотите снизить вес и расскажем вам о возможностях нашей программы. Затем мы записываем вас в удобное для вас время на первичную консультацию. На консультации мы проведем обследование на аппарате Bioimpedance, из которого мы узнаем, в каком процентном соотношении мышечной массы, жировой, метаболический возраст, каким у вас должен быть. Кстати, открою вам секрет, что метаболический возраст у людей, которые имеют лишний вес, значительно больше, чем же, нежели ваш настоящий возраст по паспорту. Мы узнаем, сколько у вас лишней жировой массы и вычислим, каким должен у вас быть идеальный вес. Также мы проведем тестирование, чтобы выявить, возможно, скрытые наборы веса именно в вашем случае. Их существует всего четыре. Это психологические, социальные, неправильные пищевые привычки и физиологические. Если наш специалист увидит, что программа будет для вас эффективна и противопоказаний к программе у вас нет, то уже на консультации вы сможете заключить договор на прохождение нашей базовой программы, на которой вы научитесь, как правильно питаться для того, чтобы снизить вес и сохранять его. Вы узнаете, как отличить голод от аппетита. Вы научитесь, как правильно выходить из конфликтных ситуаций, не заедая их, и получать удовольствие от небольшого количества десертов. Вас ждет уникальная техника свободного связанного дыхания, которая позволит ускорить обменные процессы и избавиться от 2-3 см талии уже за первые 4 дня. Результаты в нашем центре составляют от 5 до 12 кг уже за первый месяц. Вам уже интересно? Тогда звоните по телефону 266-03-43 и встречайте это лето в стройном теле. Центр похудения «Доктор Барменталь». Клиника снижения веса номер 1 в России. Это профессионалы своего дела. Они помогут вам в борьбе с лишним весом. В центре нет универсального диет-меню. Для каждого пациента подбирается индивидуальная программа похудения. Опытные специалисты возьмут под контроль вес в процессе коррекции фигуры. От первого вашей визиты и консультации до достижения желаемого результата. Использование в работе собственных научных разработок сотрудников и передового мирового опыта коррекции веса позволит вам сбросить до 5 и даже 10 кг за месяц и сохранить стройность. Наш адрес – улица Софьи Перовской, 36, телефон 266-03-43. Знаешь все о лишнем весе? Ну, не худеешь? А хочешь знать почему? Позвони в Центр снижения веса «Доктор Барменталь». Ну что, начнем, наверное, по порядку, да? Раз, два. Партнеры реалити-проекта «Пышка», Центр снижения веса «Доктор Барменталь», Фитнес-клуб «Реформа», Медицинская клиника «Секреты совершенства», Модный дом «Претензион», Визажист Алена Перова, Велнос-студия, Слим-клаб. Глобус «Гурман», Йога Тайм, Санаторий «Радуга», Клиника «Эксперт Уфа», Центр вертибрологии и ортопедии, Клиника «Бабыря Уфа». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова